МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программы калейдоскоп. И сегодня, несмотря на то, что из-за туч показалось, наконец, долгожданное солнышко, мы решили выпить кофе на летней веранде кафе в связи с некоторым недомоганием части нашего творческого коллектива. Но, несмотря на это, сегодня мы, как обычно, расскажем вам обо всем самым интересном, что узнали сами за минувшую неделю. Так приятно, что сегодня солнышко светит. Вчера еще дождь лил, что, кстати, не помешало нам съездить в музей деревянного зодчества в Лункино. Это тот, о котором мы в прошлом году снимали сюжет? Да. А зачем вы опять туда поехали? Дело в том, что там спустя много лет возобновлен летний лагерь для юных мастеров, а заодно проходит фестиваль «Резьбы по дереву». О музее деревянного зодчества мы очень подробно рассказывали в одной из наших программ. Музей настолько полюбился и телезрителям, и нам, что мы с удовольствием приняли новые приглашения и отправились в Клепиковский район, несмотря на ненасти и проливной дождь. Дело в том, что в нынешнем году музею исполняется 15 лет, а заодно юбилей празднует школа юных мастеровых по художественной обработке дерева. У нас 18 ребят, которые занимаются художественной резьбой по дереву, и 7 девочек. Роспись по дереву художественная, где же рисование картин. Несколько лет лагерь при школе не функционировал, но 12 июля сюда заехала смена маленьких мастеров, 17 мальчиков и 8 девочек – лучших слушателей детских художественных студий и кружков. В летнем лагере с ребятами работали мастера по художественной обработке дерева, взрослые, именитые люди. Ежедневно по 8 часов маленькие художники кропотливо вытачивали произведения искусства из деревянных заготовок. У нас есть урок такой в школе – технология. И там мы как бы начали впервые работать с деревом. То есть поначалу мы, конечно, чертили, делались разные чертежи брусков. Потом нам дали в руки пилу, брусок мы пилили. И после этого только нам дали в руки резцы, и мы приступили как бы к обучению. Почему школьники после уроков бегут не на улицу или домой, к компьютеру, а торопятся в студию к резакам и деревяшкам? На этот вопрос нам ответил Рома Волков. Он в лагере впервые и нисколько не жалеет о целом месяце такого непростого отдыха. Когда мне предложили поехать в этот лагерь, я, естественно, согласился. Потому что тут я буду заниматься любимым делом. Свободно все делать. Ну, как в лагере, как работа совмещается. И, по сути дела, мое нахождение в лагере – это дополнительный год обучения. У каждого мастера постепенно вырабатывается свой стиль, своя техника. И чувствуется это уже в юном возрасте. Иметь дело с деревом, как выяснилось, могут не только маленькие мужчины. Конечно, большинство девочек занимаются росписью, рисуют по дереву. Но есть среди принцесс и настоящая резчица – одиннадцатилетняя Алина. Надо сказать, что эта работа ее нисколько не пугает, и она отлично справляется с ней, не хуже своих коллег-мальчишек. Есть маленькая девочка, где ей 11 лет, ей трудно всякие там вещи делать с большими резцами. Но она все равно отлично справляется, потому что у каждого своя техника. Многие ребята, пройдя школу мастеров, поработав в детском лагере при музее, впоследствии связывают свою жизнь с художественными ремеслами. Поступают в специализированные учебные заведения, а после приезжают в Лункино уже с мастер-классами и дарят музею настоящие произведения искусства. Планируется у нас проведение трех мастер-классов. Это Александров Владимир Анатольевич, это мастер срезания. Нам покажут тоже интересные методы, способы нарезки. Там шерстки на медведя приедет, значит, два мастера с Москвы. Я вот не знаю, я совершенно не знаю, кем я хочу быть. Я многими вещами занимаюсь. И резьбой, и хожу на бильярд, и самбо, и плаванием, шахматами занимался. Я пока что не знаю, кем я хочу быть. Возможно, я буду резчиком. К 15-летию музея приурочено еще одно мероприятие, четвертый фестиваль народных мастеров садово-парковой скульптуры. За три предыдущих фестиваля Поляна-музей украсили 78 скульптур и композиций. Детский игровой комплекс, выполненный народными мастерами России. На четвертый фестиваль приехали 12 мастеров. В этот раз для их творчества выбрана тема «Детский игровой комплекс. Мещерская сказка». Возможности пилы ограничены, конечно, немного влияет на качество, но это видно. То есть, именно не качество, в таком смысле, что работа плохая, но она просто другая. На закрытии фестиваля мастера дадут показательное выступление «Блиц-турнир». На скорость мужчины с бензофилами в руках будут превращать полено в шедевры. Между тем, Мещерская сказка в Клепяковском лесу ждет гостей круглый год. И совсем неудивительно, что, посетив это место однажды, люди возвращаются сюда снова и снова. Мещерская сказка Ой, Мария, знаешь, что я сейчас хочу? Чего? В Испании. Нарушать испанские законы. Общаться с испанскими полицейскими. Да, Ирина, поражайся тому, что с тобой делает простуда. Нет, ну, правда, я где-то в интернете недавно видела картинку такую двойную. С одной стороны изображен русский полицейский, да простят меня наши стража правопорядка, такой с пузиком взевающий, а с другой стороны испанский полицейский, весь накачанный, подтянутый, загорелый, красивый, ну естественно я теперь хочу в Испанию. Но спешу тебя обрадовать, среди наших полицейских тоже есть замечательные люди, встречаются даже художники. В одном из отделов полиции Паризанской области работает майор Андрей Миронов. Он никогда не называл себя профессиональным художником, хотя творчество занимает в его жизни равнозначное службе место. Я с тем же успехом мог работать прямо врачом, хотя я согласен, конечно, да, здесь может быть вопрос возникает, что они очень далекие друг от друга, эти две профессии, правоохранительная деятельность и занятие живописью. Интересоваться живописью Андрей начал очень рано, но судьба надолго увела его от искусства. Служба в армии, Чечня, университет МВД и снова служба в полиции. Но в 2005 году что-то вновь заставило Андрея взять в руки кисть. У меня не было прихода к занятию живописи, а скорее всего можно говорить о неком призвании. Бывают люди, призванные, допустим, к спорту, молодрождение, они не приходят, а просто призванные. Такой талант, скажем. Я думаю, что в моем случае произошло именно это. То есть я с детства ощущал потребность сначала рисовать какие-то незамысловатые картинки, Потом уже достаточно рано я стал пробовать и акварель, и масло. И с раннего детства я помню, что хотел быть художником. С творчеством Андрея Миронова рязанцы знакомы давно. С 2005 года, когда он снова приступил к живописи, состоялась уже не одна персональная выставка художника-полицейского. Художник работает в академическом стиле. Его полотна отправляют ценители живописи к традициям Рембрандта и Боттичелли. Среди современных живописцев очень редко встречаются представители такого направления. Жанровые картины на библейские темы, конечно, составляют основную часть работы художника, но есть среди полотен натюрморты и портреты. Иногда просто бывает, что какая-то идея очередная не созрела, или я просто устал. Эта тема очень сложная. Вот я иногда отвлекаюсь, пишу портреты или натюрморты. Очень редко пейзаж. Проработанность деталей, виртуозная передача света и тени, особенный колорит, отличительные черты живописи Миронова. А вот одухотворенность работы, которая скорее чувствуется на интуитивном уровне, обусловлена отношением самого художника к вере. Через икону человек обращается к Богу, молится. Картина, конечно, она в этом смысле имеет такое более приземленное и широкое предназначение. Она, как правило, и для обычного светского человека. И, кстати говоря, ведь многие и в церковь приходят, не сразу же так, сразу взял и стал, опустим, святым. Любимая работа Андрея – та, над которой только что закончил работать. Здесь изображенный Иисус перед казнью, невозмутимый, смиренный. И понтипилат – недоумевающий, пытливый взгляд которого говорит. Прокуратор поражен тем, как Иисус принимает смертный приговор. Нау, кстати говоря, последняя работа называется «Се человек», когда Пилат вывел Христа к народу. И, ну, удивленный, удивленный мужеством, этот человек сказал «Да, это человек». Жанровые картины Миронова не просто интерес к библейским сюжетам, которые являются широким полем для творческой фантазии художника. Это попытка осмыслить духовную историю человечества и порой даже сделать некие выводы, казалось бы, очевидные. Путь добродетели – истинно верный путь. Путь порока ведет никуда. Подобную мысль можно проследить в сюжете полотна «Корабль дураков» – многофигурной, монументальной картины. Сам по себе сюжет, он уже несет в себе миссионерский такой заряд. Ну, вы знаете, даже вот просто, если священник выходит в рясе на улицу, сама по себе ряса – это уже акт миссионерства некого. Вот. И здесь, конечно, сама по себе картина, даже простое такое, незамысловатое изложение сюжета, есть, конечно, акт миссионерства, безусловно, хотя я, ну, прямо такой цели не придерживаюсь, но это просто само собой разумеется, что так оно и получается. Вот. Но концентрирую внимание, конечно, в первую очередь на использовании определенных символов. К настоящему моменту Андреем написано свыше сотни полотен. Пока картины можно лицезреть на выставках, но Андрей готов даже передать свои работы в дар, например, епархии, в случае, если появится подходящий для экспозиции зал. Несколько своих работ он уже подарил православному храму. Кроме того, Андрей выпустил книгу. Здесь к картинам даны аннотации от самого автора. Уже в сентябре откроется очередная персональная выставка художника, где можно будет воочию увидеть работы майора полиции Андрея Миронова. Вот правду говорят, талантливый человек, талантлив по всем. Действительно, Ирина, мне при этом высказывании первым делом вспоминается Диана Махитарян. Сколько мы о ней уже сняли сюжетов. Она и танцует, и вкусно готовит, и мехенди рисует. И это еще не все, потому что из нашего следующего сюжета наши телезрители узнают, что Диана Махитарян еще и дизайнер. За считанные минуты на белом листе бумаги начинает появляться точеный женский силуэт в оригинальном наряде. Оказывается, для Дианы Махитарян, профессиональной танцовщицы, создание подобных эскизов – занятие привычное. Все костюмы для своих выступлений она шьет сама. Любовь к подобному виду рукоделия стала проявляться у Дианы еще в детстве. Тогда она шила нарядные платья и костюмы для своих кукол, мечтая о карьере модельера. Я все время думала, вот бы мне такую же юку, только побольше, но на себя, естественно, я не могла так шить. Ну, естественно, где-то уже лет 12 я попробовала что-то на себя. Понятное дело, это было очень смешно, везде торчали нитки, и это все было как-то неаккуратно, не похоже на нормальную вещь, но все-таки я там что-то пробовала, как-то я хотела стать дизайнером-модельером. Но так получилось, что жизнь с этим не связала. Жизнь Дианы связалась с восточными танцами, и, как оказалось, ее страсть к моделированию оригинальных нарядов пригодилась ей и на этом поприще. Ведь сценический костюм – одна из важнейших деталей в постановке танца. А как известно, если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, делай его сам. Когда я хотела костюм, я обратилась в ателье, вот, мне не понравилось, как мне шили, потому что я очень капризная, и думаю, лучше я сошью сама, если мне не понравится, я буду ругать себя, чем кого-то, и 150 раз там переделаю что-то, как-то где-то поправлю, и, по крайней мере, ну, как бы это своя работа уже. Свой первый пояс для восточных танцев Диана сшила в 11 лет. Она хранит его до сих пор, считая своеобразным, счастливым талисманом. Я в нем танцевала, такая маленькая, главное вот так вот крепится. Вот так, тэн-тэн-тэн-тэн. Ладно, это, конечно, вот это, конечно, детский сад, потому что, ну, что мне там было 12-13 лет. Ну, на память его можно оставить, чтобы вспомнить, как это было. Именно здесь Диана и создает свои шедевры – яркие ткани, броская фурнитура и немного фантазии. Иногда ей удается создать новый костюм за считанные часы, иногда уйти на это может около месяца. В ее коллекции уже более 50 костюмов и тысячи идей, которые скоро воплотятся в ткани. У меня обычно мысли возникают ночью, когда я ложусь спать, я все время слушаю музыку какую-нибудь инструментальную, и я представляю, что я под нее танцую, вот какие движения буду накладывать, и, естественно, уже у меня создается какой-то образ. Вот оттуда у меня идут идеи. А хорошо было бы сюда еще перышко, а сюда вот там это, а сюда то. И, естественно, оттуда уже как бы от этого я исхожу. Четко продуманные аксессуары, подчеркивающие индивидуальность каждого костюма, стразы и бисер, вплетенные в сложные узоры, легкой широких юбок – все это напоминает иллюстрации к волшебным восточным сказкам. И даже если ты не имеешь никакого отношения к танцу живота, просто невозможно удержаться от примерки этих сказочных нарядов. Ну а Диана обещала в скором времени создать новую яркую коллекцию. Кстати, в будущей неделе обещают быть богатой на очень интересные события. Поэтому не пропустите наш следующий выпуск. Ну а эта программа подходит к концу. Увидимся ровно через неделю. До встречи. Салон красоты Византия, площадь Политаева, торговый центр «Кристалл», второй этаж. Телефон 99-26-92.